Возможно, менее чем пенсионная реформа, но тоже активно обсуждаемая на всех уровнях тема, это условные и реальные сроки за репосты и комментарии в социальных сетях. В связи с этим правозащитники уже начали говорить о формировании тренда на ужесточение преследования за слово. Прошу изменить мой голос и мое имя. Наша нация погибает, и я хочу так или иначе этому препятствовать. Поэтому и стал приверживаться нацистических взглядов. Наш собеседник числится в официальном списке действующих экстремистов и террористов. Реестр из 8650 фамилий находится в открытом доступе. В нем те, кто, по мнению государства, представляет угрозу для общества. Но эти ряды все чаще стали пополнять пользователи интернета, язвительной картинкой или неосторожным словом, задевшие чьи-то религиозные чувства, унизившие достоинства по признакам пола, расы, национальности или принадлежности к социальной группе. Экстремистом можно стать, поделившись с друзьями информацией, которые уже признали или признают впоследствии возбуждающие ненависть или вражду. Я делал репосты, музыку, картинки, не с целью разжигания междуцельной вражды или унижения человека. Я делал это просто, высказывая свою точку зрения, например, в тех же комментариях. Но это признали именно разжигаловкой. За несколько комментариев ВКонтакте наш герой получил два года условно. Его соратник по русскому маршу Роман Быков едва не стал экстремистом за репост сатирической картины популярного художника Васи Ложкина «К себе на страницу». Картинку я увидел в социальных сетях, соответственно, она мне показалась интересной, потому что она высмеивает некоторые сенатурские взгляды, показывает местечковость некоторых взглядов. И, соответственно, ее разместил к себе на странице для того, чтобы показать, насколько бывает забавно, то есть посмотреть на себя со стороны. После апелляции дело Романа Быкова возвратили на рассмотрение в первую инстанцию. Это поголовный недостаток компетенции, потому что многие из специалистов, которые пытаются даже экспертизу давать, они не разбираются в своем предмете. Никаких специальных данных, никакой привычной подготовки просто нет. В самом разгаре и так называемые «суды за мемы» над Марией Матузной и Даниилом Маркиным из Барнаула. Это были мемы из ВКонтакте, такая религиозная сатира. Но, для примера, это был Джон Сноу из «Игры престолов», там была его фотография. И говорилось, что он воскрес, действительно воскрес. И еще парочек подобных. Одна – это крестный ход по разбитой дороге с подписью «Две главные беды России». Вторая картинка «Паскар Линчевств верующих» – это человек, напоминающий Иисуса Христа по изображению, то есть как его здесь изображают, который опускает сигаретный дым через руку. И Даниил, и Мария – сторонники оппозиционера Алексея Навального. И пристальное внимание Центра ЭК своим персонам объясняют именно этим. Изъяли, получается, у меня на квартире технику и дома у родителей ноутбуки, флешки. После этого меня отвезли в отдел по борьбе с экстремизмом, там провели небольшую профилактическую беседу. В общем говоря, мне сказали, что если я не хочу, чтобы меня посадили на долго и далеко, я должен просто брать вину на себя во всем, то есть сознаваться, облегчая их работу. Это все, что им нужно было. Мне сказали, что вот девочка, которая упендривалась до тебя, она на три года уехала. И я испугалась очень, конечно, и все, подписалась, что мне попросили. За сохраненные в альбом картинки молодым людям светит до пяти лет лишения свободы. Еще до решения суда они внесены в перечень экстремистов и террористов. Их банковские счета заблокированы. Число обвинительных приговоров по так называемым экстремистским статьям за последние семь лет выросло в разы. Чем это можно объяснить? В первую очередь активизации протестного движения. Практически все фигуранты участвовали в каких-то митингах, шествиях, мероприятиях, связанные с высказыванием собственного мнения относительно той или иной ситуации в стране. Я считаю, что привлечение по 282 статье – это элемент давления на человека, на его политические взгляды и убеждения. После волны возмущения, всколыхнувшей Рунет, директор ВКонтакте Андрей Рогозов анонсировал некую реформу приватности пользователей, в действенность которой верится с трудом. К хайповой теме подключился и патриарх Кирилл. В наше время свободы – это один из фетишей, один из самых ярких и сильных политических лозунгов. Я не против того, чтобы пользоваться всеми этими гаджетами, чтобы пользоваться системой интернета, чтобы участвовать в дискуссиях. Я призываю вас к разумной сдержанности. Ведь хорошо сказано в Евангелии – не мечите бисер свой пред свиньями, потому что они могут обернуться и растерзать вас. На нескольких улицах нашего города, в том числе и здесь, в Первомайском сквере, появились вот такие вот плакаты «Неизвестного не репость». Это предупреждение сегодня актуально как никогда. Ведь при существующем положении дел уголовное преследование по 282-й статье может начаться прямо сейчас в отношении миллионов российских пользователей интернета. Видимо, с учетом громкого общественного резонанса в Госдуму внесен законопроект о частичной декриминализации первой части 282-й статьи УК. 28 августа свои предложения по ее либерализации публиковал и Совет по правам человека при президенте. Владельцы крупнейших сообществ ВКонтакте выступили с открытым письмом в поддержку этой инициативы. До 15 сентября Генпрокуратура совместно с УНФ должны представить Владимиру Путину свои варианты решения взрывоопасной проблемы. Ведь порой на местах чересчур рьяная борьба с экстремизмом дает обратный эффект. Оппозиционные взгляды у меня просто усугубились. То есть, ну, стали более твердыми. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Добавляйтесь в нашу программу. Продолжение следует... Продолжение следует...